Наталья Рзаева, начальник отделения Федеральной миграционной службы, признается, что когда 10 лет назад начинала работать в этой сфере, то на тот момент в Полевском городском округе проживало примерно 600 иностранных граждан. В 2012 году, кажется, в Полевском побит рекорд по числу мигрантов. На сегодняшний день зарегистрировано на нашей территории почти 3000 человек. Те, которые постоянно зарегистрированы, это люди, которые имеют временное разрешение на проживание и люди, которые приобрели вид на жительство на нашей территории, который подразумевает пятилетнее проживание по месту жительства. Этот процент точно так же увеличился. Виды на жительство увеличились почти на 70%. Наталья Васильевна приводит пример. Если в прошлом году вид на жительство получили 30 человек, то в этом году число трудовых мигрантов с видом на жительство уже 84 человека. Это иностранные граждане, которые приобретают уже более полноценный статус гражданина, иностранного гражданина на нашей территории Российской Федерации. Это дает больше прав, больше льгот, возможности трудиться и работать. А где права, там появляется возможность привезти свои семьи по месту работы хозяина семьи. У нас приезжает один гражданин. Он живет, он официально зарегистрировался. Он добровопорядочный иностранный гражданин. Он пришел, зарегистрировался, получил патент на трудовую деятельность, разрешение на работу, не суть важна. С работодателем заключил договор. Работает на нашей территории. Но поскольку он работает не месяц, не два, не три, год и более, разумеется, он привозит свою семью. А это подразумевает, что супруга, детки, один, два, три. Женщины здесь рожают, беременеют. Вот вам нелегальная статистика. Так что к трём тысячам легально проживающих можно добавить ещё столько же нелегалов. И эту статистику помогли выявить совместные рейды ФМС, СОВД, налоговой полицией и судебными приставами. Самое большое количество в среде трудовых мигрантов – это граждане Таджикистана, потом идут граждане Узбекистана. А с этого года в Полевском городском округе появились и вьетнамцы. На сегодняшний день я бы сказала, что граждане Вьетнама, которые на нашей территории будут работать, эта швейная фабрика, она образцово-показательная. В Москве только существует такая вот и у нас. Все граждане работают официально, все прошли абсолютно законно медицинское обследование. Живут они там же на территории. Условия мы точно так же проверили. Пока я хотела бы сказать, что бить тревогу не стоит. Наталья Рзаева поясняет, что сейчас в ведомстве все больше начинают говорить об уровне профессионализма мигрантов. Как правило, сегодня трудовая миграция неквалифицированная. Не случайно поднят вопрос о реализации на территориях программы по подготовке иностранных рабочих. И, к примеру, наша область уже запрашивает работников конкретных профессий. Рассматриваются квоты в соответствии с этим. Почему мы и запрашиваем квоты и говорим о них, что вот нам необходимо на территории Полевского столько-то строительных профессий. Нам необходимы работники здравоохранения. И уже, соответственно, этому вот на следующий год как раз и подразумевается, что мы будем работать вот именно в этом ключе. Такова миграционная картина в Полевском городском округе. Начальник отделения федеральной миграционной службы в Полевском говорит, что мест компактного проживания гастарбайтеров нет. Ольга Фролова, Сергей Чижов. Новости нашего города.